Вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения известного ненецкого поэта Алексея Пичкова, прошел сегодня в окружной библиотеке. Мероприятие стоялось в рамках занятия факультета и окраеведения Института пожилых людей. Все подробности далее. Он говорил, Канин – курапачья держава, река – речка не рута, ледяной глоток, ручей у него как парнишка. Поэта Алексея Пичкова часто называют ненецкий Есенин. Через свои стихи, поэтические строчки он передает душевное состояние, свою философию жизни, жизни коренного ненца. Может, от того, что ты отторгнут и лишен внимания и любви, по буграм олени ночью стонут, умирая в розовой крови. Творчество Алексея Пичкова понятно и близко взрослым и детям. Его стихи любят, учат наизусть. Да и сам автор лично знаком многим жителям округа. Зоя Шалькова, слушательница факультета, с теплотой вспоминает мэтра. Летом мы ходили на сенокос. И он как раз заходил в нашу бригаду. Там половина работала учеников, потому что учениками в основном сенокос ставился. Взрослых было немного. Грабельщик, котельщик и кочевка, и все большее. Остальное все детьми делалось. Но он к нам мало подходил, так как разговаривал в основном с людьми. За свою жизнь Алексей Пичков издал 15 поэтических сборников. Кроме того, он писал в прозе. Обучал поэтическому мастерству молодых даровитых поэтов. Я очень люблю Алексея Ильича Пичкова. Мне кажется, с рождения каждый как Пушкина учат, так и Алексея Ильича Пичкова изучают. Поэтому я с большим уважением. Вот как на мероприятии я сказала, я люблю его философа. Когда он размышляет, говорит о тундре, переносится куда-то далеко в себя, но в то же время он близок ко всему. Ко всем жителям Ненецкого автономного округа. Алексей Пичков – великий ненецкий поэт. Больше 10 лет назад ушел от нас, но оставил частичку себя в стихах. Он стал классиком ненецкой литературы. Классиком, которого цитируют, любят, знают и помнят. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север».